И к трагедии в Кемерово. 28 марта в России объявлено днём национального траура по погибшим в торговом центре Зимняя Вишня. По официальным данным погибли 64 человека, 41 из них дети. Ещё 85 человек, по словам родственников, числятся пропавшими без вести. Траурные мероприятия в городах страны начались ещё вчера. Появились посты в соцсетях и стихийные мемориалы. Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки. Челябинск не стал исключением. В эти минуты горожане собрались на Аламполе. Там работает Юлия Савосина. Челябинск присоединился к траурным мероприятиям, которые проходят сейчас во всей стране в память о жертвах трагедии, которая произошла 25 марта в Кемеровском торговом центре Зимняя Вишня. Там во время пожара погибло более 60 человек, в том числе очень много детей. Траурные мероприятия сейчас проходят и в самом Кемерове. Жители организовали стихийный мемориал у торгового центра, где всё случилось. Несут туда цветы, свечи, мягкие игрушки. Приехал в город сегодня утром и президент Владимир Путин. Он также почтил память жертв, возложив цветы к мемориалу торгового центра. Также президент встретился с пострадавшими в пожаре, которые сейчас находятся в больницах. И пообщался с инициативной группой. Это местные жители, которые высказывают недоверие к ходу расследования. Пришли отдыхать, двери закрыты. Это возмутительно, даже без наличия пожара. А при наличии пожара, это просто, ну я не знаю, как, ну раньше были газовые камеры, получается, вот. Очень похожая ситуация, потому что люди задохнулись. Здесь следственная группа работает, 100 человек. Пройдут по всей цепочке. Акцию поддерживают и другие города страны, в том числе и в Челябинской области. Так, в Магнитогорске люди приносят цветы, игрушки и свечи на площадь народных гуляний, курантам. И также останавливаются помолчать и вспомнить тех, кто погиб в этом страшном пожаре. Деткам тяжело было, чтобы хоть мы о них помнили, чтобы им там стало лучше как-то. И почтить, вот, память. В Челябинске стихийный мемориал организовали на Алом поле у памятника Орленку. Еще накануне начали сюда приходить неравнодушные жители города. Приносят также цветы, свечи, очень много мягких игрушек. Сегодня здесь проходит траурный митинг. Люди пришли сюда буквально семьями, чтобы вспомнить тех, кто погиб, и почтить их память. Здесь нет громких речей. Люди пришли просто, чтобы почтить память тех, кто погиб, показать, как важно в такие минуты быть рядом друг с другом, помогать друг другу, оказывать поддержку. Очень много человек пришло буквально за 15 минут. Это несколько десятков здесь собралось. Приходят как молодые, так и пожилые. Очень много приходят родителей со своими маленькими детьми. Конечно, может быть, как-то я неправильно скажу. Одно дело, когда взрослые погибают, это понятно. Но когда дети, это, я не знаю, это великая трагедия. Потому что сама мать двоих детей просто утром еще раз подробнее смотрела новости. То есть, когда уже там журналист рассказывал и показывал, как все было. То есть, вообще, просто слезы бегут сами. Юлия Савосина, ОТВ.